Антон Емельянов, Сергей Савинов. Мир Карика. Книга, одиннадцатая. Тайна Кота. Пролог. Где-то на Атисе. Ты почувствовал это, ученик? Бывший вестник Сабутей облокотился на перила и смотрел на свой возрождающийся мир. Его слуги из признавших власти нового Атиса миров уже открыли порталы, и тысячи восторженных подданных начали возводить будущую столицу. Сначала будут заложены основания подзекурата защитного поля, потом придет черед стен, что точно не будут лишними в этом полном врагов мире. И, наконец, когда со всем этим будет покончено, можно будет уделить время и гражданским постройкам. Все же Сабутей хотел, чтобы этот мир стал не просто крепостью, но домом, что заменит его когда-то давно разрушенный Аркс. Вот только это чувство, что сейчас пронзило его сухое, давно потерявшее чувствительность тела. Я словно почувствовал дуновение хаоса. Петрович в новом теле стоял подле своего учителя и думал о том, к чему же приведут все эти неприятности, в которые он сам себя втравил. Впрочем, может быть, сработает тот сюрприз, что он успел провернуть перед тем, как стать глашатаем бывшего вестника. С другой стороны, стоит ли его ждать? Может быть, надо просто смириться? Он получил возможность жить полной жизнью, ему досталась огромная сила. Так какого черта он встает в позу из-за того, что его никто не спросил, хочет ли он этого? Впрочем, сейчас ему лучше сосредоточиться на словах учителя. Похоже, то, что он уловил, и в самом деле является отголоском чего-то очень важного. Да, это было проявление истинных стихий, но не хаоса. Сабутей словно размышлял вслух. Неужели эти идиоты изране уследили и позволили кому-то из своих возродившихся аристократов пробудить в себе чувство лика? Обреченные вырожденцы. Пример с хаосом их ничему не учит. Бывший вестник сжал зубы и выругался. Как же давно он не позволял эмоциям так сильно на себя влиять. Впрочем, сейчас для таких вольностей есть повод. Тысячи лет он готовил свое возвращение. Собирал миры, чтобы подпитать свою власть и обеспечить статус-кво, когда ни ра, ни хаос не смогли бы ничего ему сделать. И вот стоило ему только сделать свой шаг, как тут же все пошло прахом. Равновесие было нарушено. Впрочем, может быть, еще не все потеряно, решил он. Уничтожить эту парочку, что на весь мир заявило о своем существовании, и все вернется на круги своя. По идее, это должно быть не так уж и сложно. Главное понять, кто это, и найти их. Вот только... Что? Еще одна истинная стихия, третья, показала себя. И все это за один день. Кажется, ситуация такими темпами точно грозит выйти из-под контроля. И если он не хочет остаться на обочине, надо срочно начинать действовать. Кот. Я стоял и медленно ощупывал руками четыре черепка на моем лице, что объединились в костяную маску. Мой лик обмана. Лик обмана. Уровень один. Длительность пятьдесят девять секунд. Откат двадцать четыре часа. Вот и все, что было в описании. Никаких подсказок, никакого тайного знания, как этой штукой пользоваться. Просто ощущение новой пульсирующей внутри силы. Вот значит, что ты задумал. Я даже не успел понять, когда эта Сафи пришла в себя, выбралась из своего костяного кокона и подошла ко мне. Вот она стоит, сверкает каким-то потусторонне зеленым пламенем в своих глазах и с нежностью касается пальцами моего костяного лика. Почему я не могу отозвать эту штуку? В такой ситуации почему-то захотелось спросить, что-нибудь банальное, чтобы сбить градус ситуации. Да и еще, если честно, мне очень не нравится, когда моего нового лика касаются посторонние. Первый призыв. Вы привыкаете друг к другу. Его нельзя прервать. Зеленый свет в глазах Сафи начал понемногу угасать, но потом вспыхнул вновь. Попробую ее в деле. Давай узнаем, на что она способна. Как? А вот теперь разговор становится интересным. У меня еще около сорока секунд лика, и Сафи, похоже, на самом деле собирается научить меня чему-то полезному. Вон, Олесе и Бо тоже замерли и превратились в слух. Им, как и мне, хочется послушать того, кто явно разбирается в этом вопросе. Почувствую лик и приложи руку к ее лицу. Никто даже среагировать не успел на рывок Сафи. Вот она стояла рядом со мной, а вот уже ухватила за шкирку Олесю, и, не давая вроде бы полноценной вестнице хаоса пошевелиться, словно нашкодившего котенка выставила ее передо мной. Давай кого-нибудь другого. Я отрицательно помотал головой. С одной стороны, может быть, я и перестраховываюсь, и сейчас стоило бы не терять время, а изучить свои способности, пусть даже на союзнике. Уверен, Олесе бы меня поняла. Но с другой, в памяти тут же всплыла картинка вопящего от ужаса некроманта, когда Сафи вот так вот коснулась его лица. Нет, лучше уж я тут немного перестрахуюсь. Можно и по-другому. Сафи не стала спорить, отбросила Олесю в сторону и подхватила мертвое тело другого вестника. И что она собралась делать? Он же мертв. Я с интересом принялся следить за происходящим. Вот Ранни ухватила труп за затылок, вот на ней снова появляется лик смерти, а потом из мертвых легких вырвался крик боли. «А у твоего лика нет отката?» Я постарался абстрагироваться от происходящего. «Есть, но мы со смертью в особых отношениях, и когда надо, она идет мне навстречу». От таких слов повеяло жутью, а Сафи наоборот довольно улыбнулась. «А что с этим мертвецом?» «У меня осталось всего 30 секунд лика, но я не спешил пускать его в ход. Не знаю почему, но что-то словно пыталось удержать меня от этого поступка». «Ты умеешь воскрешать людей?» «Воскрешать? Нет». Сафи фыркнула. А зелень в ее глазах опять начала тускнеть. «Моя сила смерть. Когда рука обладателя лика касается лица врага, то его стихия начинает влиять на того. В моем случае смерть слой за слоем убивает тело того, кого я коснусь». Но в случае мертвецов наблюдается обратный эффект. Они словно бы на время оживают, заново проходят через волну омертвения и уже окончательно отправляются на тот свет. Что ж, теперь я понимаю, почему этот вестник так кричит. Наверное, неприятно ощущать всю ту боль, что скопилась в мертвом теле и раз за разом обрушилась на его сознание. И, пожалуй, я даже рад, что скоро смогу прервать его муки. Или не стоит торопиться. А что будет делать мой лик, когда я его коснусь? Впрочем, сначала еще один важный вопрос. Не знаю. Никогда не слышала про такую истинную стихию. В этом и смысл эксперимента. Коснись и посмотрим, на что способен обман. Заманчивое предложение. Но, если честно, я уже начал склоняться к тому, чтобы все же отказаться от предложения ранней. Хотя бы просто потому, что никто не смог узнать природу моего лика. Но вот Сафи назвала стихию обмана и стало очевидно, что скрывать мне просто нечего. Ну а посмотреть, на что я способен, это желание и не думало пропадать. А еще, если вестнику повезет, то, возможно, его мучением сейчас как раз и придет конец. Я поднял руку и тут же напряг ее, чтобы пробежавшую по ней волну дрожи никто не смог заметить. Вроде бы мелочь, но я сейчас не в той компании, чтобы позволить себе демонстрировать перед остальными свои слабости. А теперь прислонить ладонь к лицу продолжающего орать полумертвого вестника. Вы активировали касание ликообмана. И опять больше никаких подробностей. При том, что в реальности явно что-то происходило. Серые клубящиеся облака хаоса, до этого окружившие, все еще цепляющегося за жизнь вестника, начали дергаться, а потом уже вокруг них самих начала появляться золотистая марева. Вот его было совсем немного, а вот слой за слоем, совсем как Сафи недавно описывала действия своей стихии смерти. Оно начало заменять собой хаос. Получается, обман меняет суть силы своей цели, но она что? Как красиво! Сафи завороженно следила за происходящим. Хаос мечется, а этот новый свет, что его окружает, словно совсем не шевелится. Олеся пришла в себя и встала рядом со мной. Хорошо, что она сразу не стала устраивать разборок с Сафи. Впрочем, в дальнейшем, учитывая характер девушки, уверен, этого будет не избежать. Действительно, они такие разные, как будто полные противоположности друг друга. Бо тоже подошел, разглядывая происходящее. Хаос и порядок. Или слышное эхо от его слов еще не затихло, когда мир вокруг нас словно взорвался. Комья земли начали взлетать гейзерами вверх, а через образовавшиеся проходы к нам начали пробиваться все новые и новые вестники. Это что, они среагировали на мой титул вора хаоса, который обещал мне всяческие неприятности? Или дело в той штуке, которую я сумел только что проявить? Вы получили достижение «Тройной рассвет». Вы стали свидетелем проявления трех изначальных стихий в течение одного дня после тысячелетнего сна. Получено одно очко улучшения лика. Выскочившее перед глазами системное сообщение моментально расставило все по своим местам. Три стихии. Смерть у Сафи, обман у меня и, наконец, что-то третье. Это то, что я смог пробудить в этом вестнике. Что ж, думаю, хаосу такое проявление активности со стороны конкурентов было не особо по душе. Вот он и решил отправить к нам сразу такую прорву своих слуг. «Кажется, нам хана». Олеся приняла боевую стойку и выпустила во все стороны облака хаоса, пытаясь прикрыться ими от возможных атак. «Десять вестников-генералов в одном отряде», рядом задумчиво шептала Сафи. «Каждый из них захватывал в свое время десятки миров, и вот они пришли сюда все вместе. Я проследил за взглядом Ранни и заметил, как около части вестников начала появляться серебристая аура. Впрочем, нет, серебристой она была у тех, кого я встречал раньше. У тех же, кто сейчас пришел к нам, было чистое серебро». «Ангус Меррил». Рядом тревожно выдохнул бо и указал пальцем на еще одного выделяющегося своим внешним видом противника. В отличие от всех остальных, он даже не стал призывать никакую из сил хаоса для защиты, а просто парил в воздухе и наблюдал за происходящим. «Лучший воин хаоса, если верить хроникам Ра. Именно он когда-то вел войска на штурм магического изначального мира. Он же уничтожил большую часть элиты Ра, пусть в итоге те и отбились». После таких слов я еще внимательнее всмотрелся в лицо этого вестника. Еще совсем не старая, несмотря на весь опыт этого существа, бывшего когда-то человеком. Вместо морщин его покрывали десятки крупных и мелких шрамов. Казалось бы, почему хаосу не избавить своего слугу от таких напоминаний о прошлом? Но, похоже, тот сам не хотел от них отказываться. «Ненавижу его». Рядом яростно выдохнула Сафи. «Точно. Ее же родичи как раз полностью и были вырезаны во время одной из войн с хаосом. Все последние события уместились буквально в пару мгновений. Я только успел все это заметить, и в голове еще не родилось ни одной идеи, как можно будет выкрутиться из такой ситуации, когда вестник, парящий в воздухе рядом с Меррилом, рявкнул во весь голос. «Огонь! Уничтожить тех, кто посмел пробудить стихию порядка!» От этих слов у меня по спине побежали мурашки. Причем не от угрозы смерти, а от того, что предположение Бо оказалось правдой. «Никто из чувствующих лик не должен уйти!» Глава первая. Страховка. Стихия порядка. Вот, значит, чем было то ровное пламя, что я призвал на смену туману хаоса. Меня настолько поразило это открытие, что я прозевал момент, когда вестники выпустили в нашу сторону сразу несколько сотен серых водоворотов. Словно копии, нацеленные прямо в тебя. «Больно!» Бо попробовал их остановить, используя бомбардировку духами, но те разве что выиграли нам пару секунд. Водовороты втянули стихийных помощников бога обмана. А потом просто разорвали их на куски. «Умрите!» Глаза Сафи снова вспыхнули зеленым, но ненадолго. Очень скоро от них пошел ледяной дымок, сменив цветовую гамму на синюю, а из рук девушки вверх устремилась волна пробирающего до основания холода. Вот значит, как на самом деле выглядят силы смерти. Ведь пусть сейчас против нас вышли сразу сотни лучших вестников хаоса, я все равно рад, что нахожусь не по ту сторону поля боя, а по эту. Вот только несмотря на всю ужасающую силу, использованную Сафи, хаоситы все равно смогли ее перебороть. Не знаю, как девушка скрывала подобную мощь, занимаясь вроде бы довольно обыденной для рад деятельностью. Но сейчас даже ее таланта было мало. Впрочем, еще ведь я не сделал свой ход. Пусть я пока не умею управлять своим ликом обмана, и вряд ли каждый из наших врагов даст мне ухватить его за лицо, позволяя провести единственный известный мне прием. Но это и не нужно. У меня уже есть то, чего так боятся наши враги. Поберегись! Все это время, поглощенное происходящим, я продолжал удерживать руку возле лица возрожденного Сафи Вестника. Да, девушка уже прекратила его подпитывать, оборвав муки несчастного. Да, мой лик тоже исчерпал свои силы, и новых язычков пламени порядка больше не появлялась. Но ведь уже призванная мной сила никуда не делась. В общем, я подхватил все еще горящие новые стихии тела, размахнулся и запустил его прямо в сторону Вестников. Моих личных сил на бросок в пару сотен метров, конечно, не хватило. Но, к счастью, у меня был телепорт. Всего-то и надо было открыть его в метре перед собой, а потом представить точку выхода на пути ближайшего Вестника. Увы, до конца мой план воплотить в жизнь так и не удалось. Тело со стихией порядка не смогло достичь намеченной мной точки. Водовороты хаоса каким-то образом перехватили его и вытянули его в обычное пространство прямо перед собой, так и не дав необычному снаряду добраться до своих хозяев. «Твою мышь!» Сафи уже с погасшими глазами удивленно выругалась. «Сейчас будет взрыв!» И она оказалась права на все сто. Похоже, стихии порядка и хаоса не особо совместимы, и когда запущенное мной тело столкнулось с сотнями вихрей Вестников, все вокруг просто-напросто пошло в разнос. Взрыва не было, но мне показалось, что весь мир словно на пару сантиметров сдвинулся в сторону, и ощущение это было не из приятных. Тело тут же бросило на колени от слабости, в воздухе закрутилась воронка цунами, а из-под земли брызнули гейзеры с лавой, хотя еще недавно тут вроде бы была самая обычная равнина. Красиво! Бо тоже было не очень хорошо, и он присел рядом со мной, вот только взгляд бога обмана был устремлен куда-то вверх. Я последовал его примеру и смог увидеть, как десятки ослабевших Вестников, которым тоже досталось, черными метеорами падают с небес на землю. Действительно красиво. Вот только, увы, другая половина наших врагов, в том числе, конечно, Ангус Меррилл, оказалась достаточно сильна, чтобы справиться с последствиями столкновения стихий. «Да не туда!» Бо дернул меня за рукав и повернул голову немного в сторону. И то, что я увидел там, было величественным, страшным. Пробирающим до печенок, каким угодно, но точно некрасивым. В небе, словно кто-то огромным ножом срезал его кусок, появилась дыра, ведущая куда-то за пределы этого мира. И там, в непроглядной темноте, где мрак и какой-то фиолетовый туман будто сплелись в бесконечной борьбе, я увидел щупальца. «Маабиар!» Раньше я видел лишь малую его часть. Сейчас же я смог разглядеть чуть больше. Это еще был не весь он, один из истинных зверей хаоса. Но этот комок, похожий на разворошенное змеиное гнездо, с каждой секунды становился все больше. Щупальца утолчались, набухали. Я уже видел, как под кожей ходят огромные мышцы. И казалось, еще немного, и все это существо вырвется наружу, поглотив весь мир вокруг нас. Но этого не случилось. Еще один. Сан-Вульф. Сафи тоже уставилась в эту дыру в пространстве и углядела даже не одного истинного зверя, а сразу двух. И точно. Если присмотреться, было видно, что перед нами два вида щупалец. Одни крупнее, принадлежащие Маабиару, другие потоньше, покрытые шерстью и костяными гребнями. Это похоже, тот самый Сан-Вульф, о котором упомянула Ранни. Зеркала хаоса! В небе раздался громкий крик того самого вестника, что до этого приказывал нас атаковать. Я подумал, что тот собрался снова нанести по нам удар. Но, как оказалось, сейчас наших недавних врагов кое-что волновало побольше, чем мы. Не прошло и секунды, как вестники начали окутываться серебряными щитами и вовремя. В их сторону как раз устремилось около сотни щупалец. Сан-Вульф решил, что нечего терять время, и попробовал атаковать. Причем его удар был нацелен как на своих вроде бы союзников, оказавшихся рядом, и просто попавшихся под руку, так и в нас. И если вестникам было чем прикрыться, то мы за последнее время растратили почти все свои силы. Телепорт. Я попробовал уйти в сторону, но, похоже, после броска, заряженного порядком вестника, наши враги эту способность заблокировали. И что делать? Сафи с Бо, похоже, тоже не в курсе. Олеся? Девушка, похоже, полностью впала в ступор, осознав силу хаоса, против которого она так опрометчиво решила пойти. В итоге мы так ничего и не смогли придумать. Но щупальца Сан-Вульфа прямо перед нами сбило в сторону, словно что-то огромное ударило рядом, прикрывая нас собой. Глава вторая. Друг. Я не сразу смог в это поверить, но вот они, живые факты, прямо передо мной. Один истинный зверь попробовал нас убить, а другой просто взял и прикрыл. Причем, далось ему это точно непросто. Костяные гребни на щупальцах Сан-Вульфа рассекли кожу Маабиара. И сейчас на землю рядом с нами падали огромные красные капли, а в вышине гремели два разъяренных голоса. Маабиар явно был недоволен тем, что его товарищ просто не отступил. И сейчас сквозь портал было видно, что два истинных зверя теперь не просто вместе пытаются прорваться через этот проход. Борются друг с другом. Если во время нашей защиты моему старому знакомому досталось, то сейчас, в прямой схватке, его размеры явно помогали ему одерживать верх. Вот щупальца Сан-Вульфа, так и не успевшие доломать защиту вестников, дернулись назад. Вот мне послышалось, как я услышал чей-то обиженный скулеж. «Быстро, пока есть возможность, коснись Маабиара!» Оказывается, от последних событий меня немного оглушило. И как только слух начал возвращаться, я сразу услышал яростный крик Сафи. «Коснуться Маабиара?» Меня от такого предложения почему-то начало потряхивать. Нет, с одной стороны, я понимаю ранее. Если у нас с этим зверем есть связь, вот он даже попытался нас защитить, то нужно постараться ее усилить. И физический контакт для этого кажется самым очевидным решением. Вот только с другой стороны, мне почему-то просто не хочется этого делать. Кто-то боится щенков, кто-то не может погладить совершенно безобидного ужа, а у меня внутри при одном взгляде на щупальца Маабиара просыпаются какие-то древние инстинкты, прямо-таки вопящие об опасности. Может быть, когда-то на Земле жил кто-то похожий, и на уровне генетической памяти я это помню? Да нет, вряд ли. Да и если бы все было так, подобных запоминающихся монстров должны же были упомянуть в каких-нибудь мифах или легендах. А вот лично мне, хоть я их немало прочитал, никогда ничего подобного не встречалось. «Я иду», — я сказал это не только для Сафи, сколько для самого себя, а потом все-таки попытался последовать совету девушки и потянулся к коже истинного зверя. Воздух вокруг руки начал нагреваться. Сначала не сильно, затем стало неприятно и даже больно. А потом я неожиданно осознал, что расстояние между мной и Маабиаром не уменьшается, а наоборот увеличивается. Он сбегает от меня? Нет. Приглядевшись, я понял, что желание самого истинного зверя тут совсем ни при чем. Вокруг каждого его щупальца начали формироваться кандалы из фиолетового тумана. А прикрепленные к ним цепи, уходящие куда-то вдаль, принялись натягиваться и утаскивать Маабиара с Сан-Вульфом. Похоже, те, кто охранял и дрессировал эту парочку где-то там, в глубинах хаоса, заметили их бегство и пришли забрать своих подопечных, дабы вернуть на место. «Кажется, кто-то очень не хочет, чтобы вы коснулись друг друга», — стоящая рядом с Сафи задумалась о чем-то своем. «А я неожиданно осознал, что буря вокруг нас начинает успокаиваться. Еще пара секунд, и нас снова смогут взять в оборот». «Бежим!» Бот тоже понял, что дело дрянь. А потом воспользовался недавно примененным мной приемом. «Наши враги перекрыли возможность быстрого перемещения в пространстве. Что ж, теперь мы умеем это обходить». Бог обмана призвал довольно крупного земляного элементаля. Тот мы опять используем проход истинных зверей для бегства. К счастью, сейчас те на коротком поводке, и можно не спешить с принятием решений. «Что-то ты с собой сделала». Бот тоже решил воспользоваться паузой и ткнул в грудь Сафи. «Ну да, девушка за последние минуты показала очень много всего неожиданного. И похоже, моего бывшего учителя это совсем не радует. Но почему? Да, ранней явно открыла какой-то опасный талант. Но стоит ли так безоговорочно записывать ее в список ходячих опасностей? Так-то и от ножа в спину можно умереть, и эта смерть будет ничуть не лучше возможной погибели от рук этой зеленоглазки. Надо просто быть настороже, и все. А новая мощь Сафи нам еще может пригодиться, как и ее знания. Впрочем, разобраться во всем действительном будет совсем не лишним. Старая способность старых семей. Девушка пожала плечами. Сейчас об этом почти забыли. Всем важны только власть и деньги. Но когда-то роды и кланы становились великими не просто так. Они использовали лик не только как способ оказаться сильнее остальных, но и чтобы чувствовать свои истинные стихии. И ты? Отец учил меня. Просто так веками ни у нас, ни у кого из других старых семей это не получалось. Мы просто передавали знания в надежде, что когда-то смерть опять отзовется и придет к нам на помощь. И сегодня я смогла. Значит, хаос — это не какая-то особенная сила. Я тихо спросил то, о чем уже однажды думал. Да, хаос был силой семьи Вентури. Но однажды они решили, что должны быть выше всех, и открыли проход к такому количеству истинной стихии, что не смогли удержать ее в подчинении. Хаос поглотил их, а потом начал свой поход на изначальные миры. Именно тогда силы остальных семей оказались заблокированы. Кто-то считал, что это во благо, что это правильно, потому что падение Вентури не должно было повториться. Другие пытались понять, что случилось, найти выход. Но до сегодняшнего дня ни у кого это не получилось. Значит, ты у нас особенная. Я попробовал пошутить, но Сафи ответила совершенно серьезно. Для моей семьи, для всего Ра — да, а на остальных мне плевать. А ты сама сможешь удержать свою силу под контролем? Еще один важный вопрос от Бо. Кстати, он как будто на самом деле этого боится. Не думаю, что выпустить в мир силу смерти будет хорошей идеей. Не волнуйся. Сафи печально вздохнула. Один человек без подготовки и миллиардов жертв, как сделали в свое время Вентури, не сможет повторить освобождение стихии. Так что это просто сила, не больше и не меньше. Кстати, кот. Неожиданно Сафи повернулась ко мне и словно подплыла поближе, оказавшись на расстоянии буквально в паре сантиметров от моего лица. Не спеши. О чем это она? Ты открыл свой лик, ты будешь получать возможности его улучшения, но не спеши их использовать, как мои глупые сородичи. Дождись, пока ты полностью объединишься со своей стихией на каждой из ступеней лика, и только тогда делай шаг вперед. Но как я пойму, что я объединился? Совет Сафи застал меня врасплох. О, поверь, ты поймешь. Глава третья Выбор Мне показалось на мгновение, что в глазах Сафи опять мелькнули зеленые отблески. Все-таки девушка явно планирует использовать меня в каких-то своих играх, но пока это совпадает с моими собственными желаниями, то почему бы и нет. Главное — контролировать свои поступки и каждый раз понимать, почему ты поступаешь так, а не иначе. Подождите. К нам подплыл Бо, и нас срань не тут же немного оттащила друг от друга. Мне кажется, что с ликом вы еще успеете разобраться. В нашей ситуации нельзя ставить все на один единственный шанс, что кот сможет повернуть силу истинных зверей в нашу пользу. Сначала лучше вернуться во внешние миры, взять под свой контроль всех тех, кто будет готов нам помогать, укрепить границы наших союзников. А уже потом, разобравшись с обороной, можно будет думать об атаке. Кот, у нас очень хорошие позиции, нельзя пускать ситуацию на самотек. Бо тоже попробовал поймать мой взгляд. А я понял, что бог обмана в деталях разобрался в том, что я провернул, когда открывал свой лик. Значит, он знает об ордене света, и его аргументы о том, что его можно использовать, звучат вполне разумно. Мы потеряем время, а вот Сафи была совершенно не согласна с богом обмана. Пока еще никто не понимает, чего ждать от остальных, у нас есть шанс. Но стоит ситуации устояться, как вероятность нашего успеха будет стремиться к нулю. И с Сафи тоже можно согласиться. Черт, похоже, правильного ответа, как это часто бывает, просто не существует. И сейчас мне придется делать выбор, который определит, что же будет ждать нашу команду дальше. Олеся вон висит рядом и молча ждет, чью же сторону я приму. Тебя там ждет Майя, хотя бы просто поговори с ней. Бо попробовал усилить свои позиции, и это стало ошибкой. Я понимаю, что Сафи в своих попытках повлиять на мой выбор тоже не идеально. Но она хотя бы не пыталась так грубо давить. Использовать мою жену, с которой из-за блокировки пси-силы я временно не могу связаться, это уж слишком. Значит, решено. Я займусь развитием своего лика, стану сильнее и позабочусь обо всех, в том числе и об этом старом интригане. Пусть он порой и перегибает палку, но вроде бы мы стали друзьями. Я заставил затихнуть разбушевавшиеся внутри чувства и уже хотел попросить Бо в мое отсутствие приглядеть за Майей, раз уж он все равно собирался в том направлении. Но Бог обмана заговорил сам. Я все понял. Что ж, желаю вам удачи в поисках лика. Кот, постарайся не потерять себя на этом пути. А я буду ждать твоего возвращения и постараюсь сохранить ту силу, что ты умудрился создать. После этого Бо словно сжался в одну точку, а потом улетел куда-то вдаль. Ну вот, заодно я узнал со стороны, как выглядят перемещения в этом мире. Олеся? Я повернулся к своей старой подруге, чтобы понять, не захочет ли она уйти вслед за Богом обмана. Конечно, вроде бы ее больше интересую я, но в таких вопросах лучше не полагаться на недомолвки. Я с тобой. Олеся не обманула моих ожиданий. Ну и высокомерный у тебя дружок, кот. Сафи словно проигнорировала мой разговор с новоявленной вестницей. Все это время буравив взглядом точку, в которой исчез Бог обмана. А у меня невольно возникло чувство, что я совершил ошибку, решив последовать заранее, вместо старого товарища. На него можно положиться, это главное. А то, что мы не всегда соглашаемся друг с другом, это нормально. Я покачал головой. Не вижу смысла обсуждать кого-то у него за спиной. Лучше давай вернемся к твоему плану. Итак, ты говорила, что знаешь, как мне правильно развить свой лик. Все верно. Сафи пожала плечами, будто ничего не произошло. Сейчас мы вместе с тобой отправимся в Ра, где я постараюсь устроить тебе одну встречу и дуэль с нужным ранни. Если будешь меня слушаться и все сделаешь правильно, то поймешь, что конкретно я имела в виду, когда говорила о настоящей силе Лика. Подробности? На нас не нападут Ра и с кем дуэль? Наверное, мне нужно подготовиться. Не стоит волноваться. Сафи оскалила зубы. Если все сделать правильно, то ты не умрешь. А что насчет деталей, их не будет. Тебе придется мне довериться. Сомневаюсь, что меня устраивает такой вариант. Я отрицательно покачал головой. Если ты считаешь, что я слепо тебе поверю, то нам стоит расстаться. Есть риски, на которые даже ради великой силы я пойти не готов. И доверие малознакомым девушкам с нестабильной психикой точно попадает в этот список. Не спеши. Мой ответ, похоже, совсем не удивил Сафи. Этот этап займет меньше суток. Причем, скорее всего, мы даже уложимся в пару часов. Насколько ты готов мне довериться? А потом, когда мы провернем первый этап, я отвечу на все твои вопросы, а ты будешь решать, сможем ли мы повторить эту небольшую авантюру еще раз. Как коварно. Сам не раз такое делал. Сначала требуешь невозможного, потом же просишь о том, что на фоне первого предложения смотрится абсолютно нормально. А если при этом еще как Сафи сделать так, чтобы первое восприятие казалось твоей собственной ошибкой, это уже высший пилотаж. Что ж, Ранни-то открывается для меня с совершенно новой стороны. Раньше она действовала гораздо проще и прямолинейнее. Давай попробуем. Олеся, иди к нам. Я позвал вестницу, чтобы вместе переместиться в выбранную Сафи-точку. Но Ранни меня остановила. Подожди. Она подняла руку. Для твоей подруги у меня будет другое задание. Справишься? Ранни протянула Олесе пару бумаг. И та внимательно пробежала их взглядом. Справлюсь. Идите. Когда закончите, я буду вас ждать. Похоже, и здесь никто не собирается мне рассказывать подробности раньше времени. Ладно. Я уже решил, что готов попробовать какое-то время плыть по течению. Я сжал кулак, желая Олесе удачи, а потом протянул руку Сафи. И Тап, подхватив меня, тут же утянула в сторону Ра. Разжать кулаки. Показать ладони. Открыться сканирующим кристаллом. Стоило нам снова оказаться в обычном мире, как нас тут же окружило около десятка воинов изначального мира. Причем все с активированными ликами. Закрытая комната? Нет, большой зал, где встречают чужаков с оружием в руках. Это военная база Ра. На мгновение внутри поднялась волна паники, но быстро спала. Все логично. Мы пришли в усажденный мир. И было бы глупо рассчитывать, что на появление гостей с территории хаоса никто не среагирует. Леди Сафинель Зиес и мой брат Кортес Зиес прибыли для прохождения воинской службы в рамках общей мобилизации. Сафи выглядела абсолютно спокойно. Что ж, похоже, этот этап своего плана она точно продумала. Посмотрим, что будет дальше. Бо. Мы застряли в пустоте междумирья, выбирая, куда же отправиться дальше. Сафи, очень сильно изменившаяся после усиления своего лика, настаивала на том, что нужно немедленно заняться развитием кота. Словно паразит, который достал одного из нас и теперь с его помощью пытающийся добраться до другого. Я попробовал убедить своего бывшего ученика задуматься. Пришлось даже пойти на крайние меры. Использовать нашу связь, чтобы понять, как именно он заполучил свой лик, и упомянуть его невесту. Использовать Майю было рискованно. Было очевидно, что после такого кот разозлится на меня. Но при этом он должен был поговорить с ней. И младшая Лютова, уверен, настаивала бы его на путь истинный. Вот только кто же знал, что он временно лишился своей ментальной силы, и в итоге все закончится лишь злостью в мой адрес. Что ж, похоже, мне придется отступить. Иначе как силой сейчас на кота не повлиять. А мне подобное в данный момент и не по плечу. Тут и один на один были бы вопросы. А уж учитывая поддержку Сафи, так и вообще без вариантов. А может быть, я зря себя накручиваю. Кот умен. Он понимает, что собой представляет носительница лика смерти. Наверное, надо довериться ему и надеяться, что он сможет вовремя остановиться. А что делать мне? Остаться с ними? Боюсь, после столь явного противостояния Сафи попробуют меня убить. Я не уверен, что смогу ей помешать. Значит, решено. Я отправляюсь во внешние миры и позабочусь о том, чтобы нам было куда отступать. Но и за семьей кота надо будет приглядеть. Все-таки он еще молод. Не успел понять, что настоящий смысл жизни не в силе, а в тех, ради кого хочется ее применять. Сафи Так приятно смотреть, как сила лика проникает внутрь так ничего и не понявшего кота. Да, он еще сам не осознает, но мощь, идущая за границами раздания, не может не менять своего носителя. Особенно, если все сделать правильно. Если он не закроется, как положено, а наоборот потянется в ответ. Тогда смерть будет довольна, и мы станем на шаг ближе к воплощению нашего плана. Глава четвертая. Шаг назад. Кот Все чисто. Эманаций хаоса не обнаружено. Командир встречавшего нас отряда заговорил, лишь изучив показания облетевшего нас крылатого кристалла. Кстати, интересная штука. Узнать бы побольше о подобных технологиях изначального мира. Раз вопросов нет, можно получить наше предписание. Сафи надменно надуло губы. Вообще-то вопросы есть. Капитан, единственный из всего своего отряда, не стал отменять лик. Ваши документы я вижу в системе, а вот на вашего брата ничего нет. Ага. Значит, в РА есть что-то вроде электронного документа оборота. Если я буду когда-нибудь действовать тут самостоятельно, надо будет иметь это в виду. Это дело семьи. Сафи продолжала намеренно пренебрежительно смотреть на военного. С одной стороны, возможно, не стоило бы идти на конфликт. С другой, девушка точно знает, чего от нее ждут, и выход из образа грозит нам большими подозрениями. Что ж, как скажете. Встречающий нас капитан все-таки отменил лик и презрительно скривился. Похоже, аристократов тут не любят. Тем не менее, информация о вашем опоздании и нарушении режима открытых данных в военное время уже передана вашему непосредственному командиру, Кронпринцу Фирсу Хармси. Брат же сразу пришел, как было объявлено военное положение. Мы выполнили все установки. Сафи сыграла прорвавшиеся чувства и сделала шаг назад. Не мое дело. На лице нашего встречающего расплылась довольная улыбка. Теперь пусть с этим разбирается ваш непосредственный командир. Хотя лично я, будь на его месте, удавил бы и тебя, и всех остальных аристократов, что загнали нас в такую хеггию. Несмотря на прорвавшиеся эмоции, на деле капитан не решился никак нам вредить. Более того, сделал знак, и его люди освободили нам дорогу к ведущей на улицу двери. А я опять не смог не отметить, как красиво все было сыграно. Сафи сначала специально пошла на конфронтацию с этим солдафоном, зная, к чему все это приведет, а потом признала поражение, заставив того забыть о других возможных неприятностях. «Ты хотела, чтобы нас отправили к Кронпринцу?» Я тихо поинтересовался уранией. «Но не лучше ли было подождать пару часов, чтобы у меня восстановилась возможность использовать лик?» «Не лучше. Во время дуэли тебе все равно нельзя будет им пользоваться». Сафи быстро ответила мне. Я гляделась по сторонам, проверяя, чтобы за нами никто не пошел. Выбравшись из контролируемой военными точки входа, мы оказались в самом обычном городе. Он почти не отличался от того, что я видел, когда был тут в прошлый раз. Разве что раннее на улицах стало поменьше. А еще на лицах каждого, кто проходил мимо, казалось, застыло выражение холодной решимости. И еще ненависти. Похоже, это чувство по отношению к аристократическим семьям здесь на Ра питают не только военные. Впрочем, учитывая из-за кого начался прорыв хаоса, из-за чего жизнь всех остальных жителей этого мира стала такой, как сейчас, я больше удивлен, что нас при встрече просто не пытаются забить любыми подручными средствами. Сейчас проверю адрес. Сафи вытащила из невидимого кармана какой-то похожий на телефон прибор и принялась рассматривать карту города с кучей пометок. А я-то думал, что техника это для Атиса, а у вас больше магический мир. Я не удержался от легкой подколки. А то все последнее время я был в основном сосредоточен на том, чтобы продумать план на мою предстоящую дуэль, так что немного отвлечься мне не повредит. Может быть, мозги сейчас переключатся и смогут выдать какую-нибудь неожиданную идею, которую я пока просто не замечаю. Так и есть. Сафи пожала плечами. Но если они сделали что-то полезное, то зачем от этого отказываться? Тем более, что перестроить питание любого из приборов под наши источники энергии совсем не сложно. Единственное исключение. Те их красные кристаллы. Вот их повторить мы так и не смогли. Сафи замолчала. А потом, видимо, найдя на карте нужное место, решительно зашагала в сторону ближайшей подворотни. Плечами растолкав стороны двух попавшихся ей на пути мужчин. А если честно, опасался, что из-за общей нервозности те могут огрызнуться, провоцируя эскалацию конфликта. Но нет, стерпели. Похоже, аристократов на ране только ненавидят. Но все еще и побаиваются. Да, это именно тот коктейль чувств, что мог бы помочь им продержаться на таликах репутации. Все то время после вторжения хаоса. Заходи. В месте, которое я принял за проулок, на самом деле оказалось что-то вроде кабинки, в которой Сафи гостеприимно распахнула дверь. Что это? Транспортная капсула. Транспортная капсула. Тратит очень много энергии, так что обычно они законсервированы. Но в ситуациях наподобие нынешней их включают. И это самый быстрый способ перемещения по городу. Сафи еще раз махнула рукой, предлагая мне поспешить. И я вслед за ней залез в эту штуку, оказавшись в чем-то вроде воздушного пузыря. А потом не успел я потрогать границы столь необычного транспортного средства, как по ним пробежали разноцветные разводы. И мы оказались в совершенно другом месте. Телепорт? Просто очень быстрый полет. Ты же видел, как с той стороны мелькал город. Сафи ухватила меня за руку и потащила в сторону расположенного рядом большого серого здания. А я неожиданно осознал, что те цветные мелькания были ничем иным, как проносящимися за бортом пейзажами. Действительно быстрая штука. И никаких неприятных последствий. Что, впрочем, неудивительно для изначального магического мира. Я так понимаю, мы уже почти на месте. Я присмотрелся к огромным воротам и стоящим рядом с ними ранне в боевой броне. Может быть, мне все же нужно знать что-нибудь о том, что нас ждет? Мы идем записываться в армию. Сафи после небольшой паузы все же начала говорить. Меня вот приписали по месту работы к отряду Торговой Федерации. Тебя отправили за компанию. Это было ожидаемо. Так что я решила воспользоваться ситуацией, чтобы свести тебя с Кронпринцем. Наверное, это все, что я могу тебе сказать, чтобы ничего не испортить. Чтобы ничего не испортить. Что-то меня начинает пугать, эта фраза. Глава пятая. Харм-Си. Мы дошли до ворот здания, где собиралось приписанное к Кронпринцу Торговой Федерации ополчение. Если честно, я не очень понимаю эту систему ранней. Как введение в армию непрофессионалов может помочь с такими врагами, что сейчас угрожают их миру. С другой стороны, учет всех своих граждан поможет избежать неразберихи и помешает работе возможных шпионов. Да и то, что все потенциальные паникеры окажутся при деле, уже дорогого стоит. Опоздала? Достанется тебе. Крупный ранний с большими усами положил руку на плечо Сафи. Стоило нам подойти ко входу на территорию Кронпринца. С каких пор тебе нужно больше секунды, чтобы считать мой статус? Девушка сбросила с себя ладонь своего товарища и гневно сверкнула глазами. Как скажешь. Усач удивленно пожал плечами. Похоже, не ожидал такой реакции. Судя по всему, я один заметил, что Сафи изменилась. Вот только остальные пока еще не представляют, насколько. «Хармси у себя?» Моя спутница задала этот вопрос сухим тоном и тут же, не дожидаясь ответа, уверенным шагом двинулась вперед. Ну а я последовал за ней, в итоге избежав какой-либо проверки. Усач был настолько поражен поведением Сафи, что просто кивнул мне и даже не попробовал хоть как-то проверять. После военных, которые ничего подозрительного в моем статусе не заметили, я сомневался, что у охранника торговой федерации получилось бы узнать обо мне что-то лишнее. Но все равно приятно следить за тем, как моя спутница работает, избавляя нас даже от столь маловероятных проблем. Сеймур не так силен, но у него очень хорошая интуиция. Неспособность, просто самая обычная природная склонность понимать других ранней. Сафи замедлила шаг, чтобы я ее догнал, и решила объяснить мне свое поведение. Была вероятность, что он мог почувствовать, что именно мы задумали, и помешать. Не понимаю, как это его чувство работает, так что пришлось свести контакт к минимуму. Я кивнул в ответ, про себя ставя Сафи еще один плюсик. Работает с подстраховкой, действует не силой, а по плану. И главное, не считает зазорным объяснить мне свои поступки. Скажу честно, так открыто мне давно не доводилось работать. Вот бы подобный подход касался не только уже пройденных этапов, но и того, что ждет меня впереди. «Идем к кронпринцу?» «Да». Девушка повернула на крутую лестницу, ведущую куда-то наверх. «Будет драка?» «Точно». «А охрана?» «Ее не будет». Хармси считает, что достаточно силен. «И есть основания для такой уверенности?» Что-то меня начинают мучить нехорошие предчувствия. У него третий уровень лика. Сафи скосила взгляд в мою сторону, оценивая реакцию. Когда идет до дела, увидишь три красных полоски сбоку. Так вот, это не просто украшение. В этот момент лестница неожиданно закончилась тупиком. Мы на мгновение замерли на крутой площадке, к которой нас привело. А потом та рванула вверх, сквозь узкий извилистый туннель. Чем-то похоже на полет в воздушном пузыре, которым мы путешествовали по улице. Похоже, в рай их любят. А еще Хармси не так беспечен, как это могло бы показаться. Как минимум, он позаботился устроить такую систему, в рамках которой чужаки, если и смогут проникнуть к нему, то только в весьма ограниченном количестве. А вот, кстати, и хозяин этого дома. «Приветствую вас, кронпринц!» Сафи склонила голову. Я, недолго думая, последовал ее примеру. «Как я понимаю, ваша операция на Атисе закончилась провалом?» Нас поприветствовал невысокий человек с большими, словно постоянно на выкате глазами. А ведь точно, он же был одним из тех, кто согласовывал поход Бо и Сафи во второй изначальный мир. Вряд ли он ожидал подобного финала. Или нет. Сабутей попросил передать вам это послание лично. Когда я заговорил, Сафи с кронпринцем аж замерли, явно не ожидая от меня ничего подобного. Хозяин кабинета, похоже, воспринимал чужака из внешнего мира больше как мебель, а тут мне удалось его удивить. А что, раз Сафи мне ничего не говорит, почему бы не сыграть в свою игру? Тем более, что было бы не лишним проверить высказанное мной предположение. А то уж больно много нестыковок всплыло за последнее время в поведении Ранни и в их отношении к своему соседскому миру. Что твой спутник несет? Кого ты сюда притащила? Хармси приподнялся, и на миг на его лице проступила костяная маска. И вот в ней он смотрелся уже совсем не так безобидно, как раньше. Мой господин просил передать вам следующее. Сафи промолчала, в ответ на выпад кронпринца. Я смог спокойно продолжать свою игру. Все договоренности в силе, но в связи с последними событиями, Сабутей будет вынужден задержаться со своей частью плана ровно на неделю. А теперь посмотрим, что скажет Хармси. Вообще, эта мысль поразила меня, еще когда я впервые увидел военных Ра. Там мощь, такая организация, и при этом в потенциально опасную зону отправляются гости чужого мира и специалист по безопасности коммерческой организации. Нет, такое вряд ли могло бы оказаться результатом случайного стечения обстоятельств. А вот если кто-то из торговой федерации работал с бывшим вестником и новым властелином Атиса в одной упряжке, тогда бы все встало на свои места. Например, кронпринц прикрывает своего союзника, продавливает решения о выделении минимальных сил на попытке контакта, которые могли бы навредить их общим с Сабутеем планом. Значит, он задерживается. Кронпринц успокоился и опустился обратно в свое кресло. Похоже, я все-таки угадал. Впрочем, это было не так и сложно. Общие слова, отсылка к последним глобальным информационным сообщениям, которые вряд ли остались незамеченными, и Харм-Си поплыл. Теперь надо аккуратно продолжить разговор и попробовать узнать что-то новое о планах этой парочки. Кронпринц Харм-Си, вы будете убиты за предательство интересов Ра. Увы, сказать я так ничего и не успел. Сафи меня опередила. И надо ей было лезть вперед с этим своим порывом. Вот вроде бы изменилась Ранни, а все равно не смогла удержаться. Или нет? Я не заметил ни в жестах, ни во взгляде Сафи никаких эмоций. «Кот, убей предателя!» Девушка тем временем закончила свою речь, и я осознал, что мое разоблачение было бездарно слито только лишь, чтобы спровоцировать нашу с Кронпринцем Драку. Обидно. Но в глубине души я уже давно нахожусь в предвкушении этой дуэли. Так что плевать на секреты. Еще доберусь до них. И до причин, почему Сафи не дала мне это сделать прямо сейчас. А теперь пора покончить с этим изматывающим ожиданием. Редактор субтитров А.Семкин